Уважаемый Арарат Самвелович, уважаемый чрезвычайный полномочный посол, уважаемые члены делегации, позвольте сердечно приветствовать вас в Москве, в Совете Федерации, в Верхней Палате Федерального Собрания России. Я направляла вам, уважаемый Арарат Самвелович, письменное поздравление. Хочу теперь воспользоваться возможностью лично поздравить вас с избранием на столь важный пост в Армении, председателя Национального парламента, Национального собрания Республики Армения. Пожелать вам искренних успехов больших. Отрадно, что вы свой первый внешнеполитический визит осуществляете в Россию. В этом есть некий символ. Нам кажется, что очень важно обеспечить преемственность в отношениях между нашими государствами. Армения нам не чужое государство, это дружественное государство, армянский народ, дружественный нам народ. Мы вышли на хороший уровень сотрудничества. Надеемся, что будет обеспечена не только преемственность, но и перезагрузка, новые подходы, новые форматы, новое содержание в нашей работе. Мы вам подготовили насыщенную программу. В среду планируется ваше выступление на пленарном заседании Совета Федерации. За всю историю Новой России это первый раз, когда председателю национального собрания Республики Армения предоставлена будет возможность выступить на пленарном заседании. Так что мы будем с нетерпением ждать вашего выступления. Ваш визит – это хорошая возможность нам, как руководителям парламента, что называется, сверить часы по двусторонним отношениям, по парламентскому взаимодействию, по нашим взглядам и оценкам на сотрудничество на международных парламентских площадках. И, конечно же, мы внимательно следили и следим за внутриполитической ситуацией в Армении. Россия всегда неизменно придерживается подходов независимых. Мы считаем, что такие революционные преобразования, которые произошли в Армении, смена власти – это, в первую очередь, выбор армянского народа. И мы неоднократно подчеркивали только одно, что мы выступаем за то, чтобы все было в правовом плане, в конституционном поле, и чтобы все это происходило мирным путем. Мы рады, что выборы прошли в нормальной конструктивной обстановке, без какого-то напряжения. Это подтвердили и наши наблюдатели, которые принимали участие в наблюдении за выборами в Национальное собрание Республики Армения. Это подтвердили и международные наблюдатели. И, естественно, власть сегодня получила доверие своего народа. И нам искренне хочется пожелать, чтобы все ваши планы, ваши предвыборные обещания, они выполнялись. Что касается России, мы всегда готовы поставить свое плечо по всем вопросам. Мы очень рады тому, что с момента прихода в классе Никола Ваваевича Пашиняна между лидерами наших государств, премьер-министром Армении, президентом Российской Федерации установились хорошие рабочие отношения, рабочие контакты. В прошлом году они встречались семь раз, неоднократно вели переговоры по телефону. Кстати, сегодня, как меня проинформировали, прошли очень конструктивные переговоры между премьер-министром Армении и президентом России. Мы с вами в тренде идем. Ну и, конечно же, та повестка, которая вырабатывается на высшем политическом уровне, и для нас является такой дорожной картой, ориентируем для того, чтобы парламенты наших стран через свои парламентские форматы содействовали всестороннему развитию, углублению двустороннего сотрудничества между нашими странами. Как вы правильно заметили, это мой первый визит в качестве на посту председателя Национального собрания Армении. Этот визит состоялся именно в Российскую Федерацию, что, конечно же, является знаковым. Это отражает те дружественные отношения, те союзнические отношения, которые существуют между нашими странами и нашими народами. Я уверен, что нас впереди ждет весьма насыщенная программа. Вы говорили о выборах, я хочу также поблагодарить российских коллег за активное участие в наблюдении выборов. И также правильно заметили, Валентина Ивановна, что есть весьма частая встреча и частые контакты между лидерами наших стран. Я думаю, что нам также нужно придерживаться этого темпа, и я, пользуясь случаем, хочу пригласить вас в любое удобное для вас время в этом году посетить Армению. Я, насколько проинформирован, вы в последний раз в Армении в 2015 году были, так что будем ждать. Я также хочу подчеркнуть, что абсолютно все политические силы, у нас есть три фракции, все три фракции, представленные в Национальном собрании Армении, заинтересованы в дальнейшем диалоге, в дальнейшем углублении наших отношений, которые, конечно же, будут нацелены на более тесные связи и нахождение новых направлений сотрудничества. Хотя у нас и так есть уже солидная весьма база дружественных и исторически сложившихся дружественных отношений. Я хочу также поговорить о двух направлениях межпарламентского сотрудничества. Это, конечно же, в первую очередь двухсторонние и уже многосторонние форматы международной разной площадки. Я думаю, что самым ключевым звеном нашего сотрудничества – это комиссия по сотрудничеству между Национальным собранием и Парламентом Российской Федерации. По объективным причинам, вы знаете, в прошлом году два раза уже намечались встречи, но были отложены. Я думаю, что уже надо как-то завершить. Мы с нашей стороны уже завершаем формирование армянской части комиссии. И думаю, что надо обсудить также возможность, чтобы комиссию возглавили с обеих сторон. Субтитры создавал DimaTorzok